Всем привет! В эфире очередной 119 выпуск программы Тикетон Лайф от 2 августа, а это значит сегодня я поделюсь с вами свежими кинопремьерами, событиями, которые нельзя пропустить, а также информацией о киносборах в казахстанском прокате. Про главную премьеру этой недели можно было смело сказать, основанно на реальных событиях. По крайней мере, в это очень хочется верить, несмотря на то, что главный герой фильма – плюшевый медведь. Экранизация «Полюбившийся с детства. История Винни-Пухи» в исполнении легендарной студии Disney расскажет о повзрослевшем Кристофере Робине, ведь именно так и звали на самом деле сына писателя Алана Милна, а вот, кстати, и они. В свою очередь, плюшевый медведь был назван по имени медведицы Винни-Пэг, проживавшей в начале 20-го столетия в лондонском зоопарке. По сюжету фильма и Кристофер, и его игрушки изрядно постарели, и что уж говорить, приуныли от того, что играть во взрослой жизни совсем уж некогда. Медведь и вовсе растерял все своих друзей, но все меняется в одночасье, когда в парке он встречает Кристофера. Найденные зверушки, несмотря на опилки в голове, понимают, что спасать-то нужно самого Кристофера, и тут начинаются приключения игрушек в большом городе. Просматривая трейлер следующего фильма, не сразу догадаешься, кто же исполняет главную роль, а приглядевшись, изрядно удивишься, узнав героя того самого танцора «Лихорадки субботнего вечера» Джона Траволта. И пусть годы и грим берут свое, импозапности актер точно не теряет. На этот раз в фильме «Кодекс Готти» Джон играет настоящего крестного отца Америки, предводителя мафиозного клана. Это проверка на вшивость. Кстати сказать, Джон Траволта предоставил для съемок в фильме несколько ретроавтомобилей из своего личного автопарка, а также собственную дочку и жену. Вот это настоящая щедрость. «Кодекс Готти» — это американская биографическая гангстерская драма, основанная на истории известного криминального авторитета Джона Готти. Лента представляет собой первую серьезную попытку в кино взглянуть изнутри на семью Готти и их мир, в котором правят бал смертельная опасность, предательство и искупление. Интересно, кто взберется на вершину кинозборов быстрее — неповоротливый Винни-Пух или гангстер с сомнительной репутацией? Узнаем уже совсем скоро, а сейчас наслаждаемся именами лидеров текущей недели. Первую строчку рейтинга занимает премьера «Миссия невыполнима. Последствия». Ведь Тому Крузу под силу покорить любую вершину практически безоружным. Кинозборы составили 107 миллионов тенге на первой неделе проката. На втором месте мультфильм «Монстры на каникулах 3. Море зовет». Третья неделя проката приносит к картине дополнительные 34,5 миллиона тенге. На третьей строчке, но с большим отставанием, фильм «Небоскреб». Третий уикенд подарил картине дополнительные 14,5 миллиона тенге. Как вы встречаете заключительный месяц лета? Грустите? Не стоит. Я уверена, что предстоящие события помогут насладиться августом в полной мере. Кроме многочисленных цирковых представлений, можно также посетить футбольные и хоккейные матчи. Тем более, что в самом разгаре Кубок Президента по хоккею, а также матчи Лиги Европы и Лиги Чемпионов. А предстоящей неделе в Сидселла правит Джохалип. Артист, феерично покоривший вершины чартов Казахстана, России, СНГ и Европы, получивший премии множества телеканалов и радиостанций, продолжает свое триумфальное восхождение на музыкальный Звездный Олимп. Целых четыре крупномасштабных концерта состоятся в ближайшие дни, первый из которых уже завтра, 3 августа, в Караганде. В субботу артист порадует жителей столицы, а следующая неделя посвящена Шимкенту и Алматы. В рейтинг самых ожидаемых событий также попали Эко-фестиваль Форе, который стартует 17 августа, Театральные музыкальные каникулы в Астана-Опера, а также юбилейный концерт группы Наутилус-Помпилиус в двух городах Казахстана. Настало время подвести итоги нашего еженедельного розыгрыша. Итак, обладателем двух билетов в кино на этой неделе стала пользовательница с никнеймом Бакоса-91. Поздравляем и желаем приятного просмотра! А я напомню правила розыгрыша. Для того, чтобы оказаться среди его участников, необходимо подписаться на наш новый YouTube-канал. А также оставить комментарий со словом «Участвуй под данным видео». На этом у меня все. Я надеюсь, что наша информация оказалась для вас полезна. И вы теперь точно знаете, как проведете свое свободное время. Я желаю вам приятного досуга. Пока-пока! Субтитры подогнал «Симон»!